Из-за долгов не смогут выехать за границу более 34 тысяч жителей Прикамья. Судебные приставы ограничили их в этом праве всего за два месяца текущего года. Общая задолженность этих граждан превышает 15 миллиардов рублей. Более полумиллиарда благодаря такой мере уже удалось взыскать. В региональном управлении службы рассказали о случае, когда должник, вылетавший в Баку, узнал о запрете лишь на таможенном контроле. Оставшись в Перми, он вскоре погасил долг за коммунальные услуги, который составлял полмиллиона рублей. Приставы рекомендуют не менее чем за 10 дней до путешествия за рубеж проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести оплату. Люди как люди. Всероссийский фестиваль под таким названием проходит в Москве. Его цель поддержать детей и взрослых с аутизмом. Часть событий этого форума организаторы проводят в нашем городе. В числе самых ярких акция «Зажги синим». Репортаж Юлии Языковой. Синий цвет считается символом аутизма. И в этот день во многих городах и странах проходит акция под названием «Зажги синим». Где-то включают подсветку зданий, запускают в небо воздушные шары, а в Перми зажгли цветными дымовыми шашками. Так активисты общественной организации «Счастье жить» отметили день распространения информации об аутизме. Люди как люди. Люди как люди, но со своими особенностями. Им очень сложно общаться с окружающими, тем более с незнакомыми людьми. Попасть в новую обстановку для них серьезный стресс. При этом дети с аутизмом могут быть очень талантливыми. Сейчас порядка 600 детей в Пермском крае с аутизмом. И да, это вроде бы немного, но и немало. То есть это дети, которые действительно нуждаются в особом подходе, особенном образовательном подходе. Многие специалисты ведь не знают, как работать с детьми с аутистами и очень часто отказывают в приеме, даже в обследовании порой. Это пермские специалисты, психологи, логопеды, педагоги-дефектологи. Для них проводят обучающий семинар коллеги из Ростова-на-Дону. Рассказывают о своей авторской методике. Она в том, как научить детей с аутизмом распознавать и выражать эмоции. Основная проблема – это неумение выстраивать социальный контакт. То есть есть такой стереотип, что это дети, которые не хотят общаться. На самом деле дети хотят общаться, но у них, к сожалению, не запускаются те механизмы, которые могут позволять им общаться. Есть возможность вручную, может быть не очень быстро, с большими усилиями, но тем не менее выстраивать у них эти навыки, достигать социализации и включения в общество. Специалисты из Ростова-на-Дону разработали даже мобильное приложение под названием «Эмоции-аутизм». Они поясняют, дети с особенностями психики часто не смотрят в глаза. И приложение помогает им научиться видеть значимые части человеческого лица и считывать радость или грусть, удивление, страх или злость. Эксперты проведут в Перми и мастер-класс для родителей ребят с аутизмом. Мы приглашаем всех родителей Перми, родителей не только детей с аутизмом, потому что на самом деле эмоциональное развитие детей становится достаточно острой проблемой. Это очень популярное течение. Сейчас очень много вещей, связанных с эмоциональным интеллектом, развитием его у детей. Бесплатный мастер-класс для родителей пройдет 3 апреля в 18.30 в социальном центре по адресу Комсомольский проспект 84А. Юлия Зыкова, Кирилл Андреев, Телевизионная служба новостей.